Здравствуйте! С вами Таня Шахбандер, женский трансформационный культ с психологическим образованием. Сегодня наша любимая женская рубрика «Правила мудрой жены» по мотивам книги Эллен Фейн и Шарри Шнайдер «Правила умной жены». И сегодня у нас 15-я часть, которая звучит как «Говорите то, что имеете в виду, но никогда не говорите со злобой». Уже по названию мне нравится. Давайте смотреть, что же авторы в этой главе и хотели нам донести. Не обязательно бить мужа молотком по голове, чтобы быть услышанной. Иногда, чтобы получить желаемое, достаточно просто попросить или спокойно изложить свое дело. Вот несколько предложений. Вы хотите сказать «Когда ты в последний раз массировал мне плечи?» Попробуйте вместо этого сказать «Как мне нужен массаж?» Вы говорите только о своем желании, никого не обвиняя, и это срабатывает. Ой, вы знаете, мне хочется сказать, что мы, женщины, вообще такие хитрые создания. Мы очень любим играть в телепатов. И мы очень часто ходим и ожидаем, что как бы они, и муж, и какие-то другие окружающие догадаются, что мы от них хотим этого или другого. Но на самом деле в телепатию играть нельзя, тем более с мужчинами. Мужчины тонких намеков не понимают, им нужно прямо говорить о том, что мы хотим. И вот говорить, как авторы очень классно предлагают, все-таки без обвинений, не как давно и когда ты уже наконец-то, а вот как бы я хотела, как бы я была счастлива. Я всегда говорю «Дайте аванс радости, аванс благодарности, аванс счастья и удовольствия», и мужчина вас скорее услышит. Или, допустим, вам хочется сказать «В этой оранжевой рубашке ты выглядишь просто ужасно». Вместо этого скажите «Думаю, голубая рубашка подчеркнет цвет твоих глаз». Всегда полезно подчеркивать положительную сторону. Мужчина оценит комплимент. А кому понравится, когда ему говорят, что он в чем-то ужасно выглядит? Согласитесь, даже нам не нравится, когда нам об этом говорят. Давайте подбирать правильные слова. Да, это непросто, но можно практиковать и будет получаться. По дороге домой с работы муж забыл купить хлеб. Хотя вы за сегодняшний день напомнили ему об этом раза три. Не говорите «Ну просто ужас, как ты мог забыть про хлеб?» Полагаю, мне лучше все делать самой. Вот это вот я сама наша любимая женская. Вместо этого можно сказать «Может быть, в следующий раз тебе стоит написать хлеб на стикер» или послать самому себе смс, чтобы ты не забыл. Вам не нравится его стрижка. Не говорите «У тебя торчат уши, ты выглядишь ужасно». О боже, ни в каком случае этого нельзя говорить вообще никому, тем более близкому человеку. Вместо этого скажите «Я знаю отличного парикмахера». Муж просит вас отвезти его в аэропорт, откуда он полетит в командировку. Не ворчите «Я тебе не шофер, у меня отдел по горло». Скажите «Я бы с радостью отвезла тебя, но все утро у меня расписано буквально по минутам. Хочешь, я вызову для тебя такси?» Муж считает, что вы пережарили мясо. Не отвечайте «Если тебе не нравится, можешь ужинать в ресторане». Скажите «Правда, мне нравится именно такое, но в следующий раз я сниму твою порцию со сковороды пораньше». Вы поняли, есть два способа высказать одно и то же, спокойно и с раздражением. Почему же мы всегда даем предпочтение второму? Перед тем, как я прочитаю их вариант, я говорю, это накопленная внутренняя усталость, неудовлетворенность, какие-то обиды на мужа. Я в прошлом главе вам рекомендовала, выписывайте это все и старайтесь быть открытой. Выговаривайте сразу в таком формате «Я» сообщение о том, что вам не нравится, чтобы потом у вас были силы, был ресурс говорить красиво. «Потому что мы подавлены, уязвлены, уверены в своей правоте, хотим настоять на своем», говорят авторы. «Желаем мести, или просто не можем поверить в то, что взрослый человек способен вести себя так, как муж. И хотим, чтобы он точно знал, что мы о нем думаем, норовя разбить ему голову кувалдой, а не пощекотать перышком. Уж тогда-то он обязательно нас услышит. А иногда мы впадаем в другую крайность и просто перестаем разговаривать». Знаете, это такое укоризненное молчание. Оба способа крайне вредны для отношений, могут испортить вечер, а то и неделю или месяц вашей семейной жизни. Если не всю семейную жизнь, это я уже от себя. «Вспомните, добивались ли вы чего-нибудь с помощью сарказма, раздражения или критики?» Скорее всего, нет. Ну, я бы так не сказала, даже за собой эти деструктивные моменты я замечаю, каюсь, но стараюсь все-таки исправлять. Когда вы в следующий раз будете раздражены, захотите сказать что-то резкое, перечитайте эту главу, переслушайте мое видео. Сделайте глубокий вдох, выдох, успокойтесь и подумайте, что сказать то же самое можно, но по-другому. Попробуйте превратить это в игру, в которую можно играть с подругами. Сообщите им, что хотели бы сказать и попросите, чтобы они помогли вам придумать, как выразить то же самое иначе. Возможно, вы думаете, но это же глупо, разве не все равно, какие слова выбирать? Вот я говорю по себе, не все равно, особенно если для человека слова имеют большое значение. Вот есть Гэри Чайпман и его книга «Пять языков любви», которую я всем рекомендую прочитать, особенно людям, которые хотят быть счастливы в отношениях. И вот есть люди, которые чрезмерно чувствительны к словам, и они чувствуют любовь, когда их хвалят, когда им говорят позитивные вещи, и наоборот чувствуют ненависть, когда их критикуют. Поэтому да, слова очень важно подбирать. А кто-то подумает, но так и не смогу проявить свои истинные чувства. Мы отлично знаем, что вы чувствуете, мы сами чувствуем то же самое, но мы научились смотреть на это иначе. В каждом из нас есть высокое «я» и низкое «я». Вот мне нравится эта формулировка, такая красивая. Вот в каждом из нас есть светлая и темная сторона. Высокое «я» и низкое «я». Боже, как красиво! Высказывать правду, не думая о чувствах другого человека, стремится ваше низкое «я». И даже чистая правда без доброты – это жестокость. Знаете, вспомнила слова классика, «правду можно подать, как пальто, а можно бросить, как грязную тряпку в лицо». Вот очень тоже мне нравится и очень сейчас близко к тому, что мы читаем. Никому, особенно вашему самому близкому человеку, не нужна так называемая «правда». А если она заключается в том, что вам отвратительна его одежда, или вы считаете, что он зарабатываете мало, когда в следующий раз вам захочется сказать что-то резкое, сделайте паузу и подумайте о том, как смягчить удар. Вы наверняка почувствуете себя лучше, а муж оценит вашу доброту. И мы уверены, что вы получите именно то, что хотели. Конечно, получите. Если вы будете общаться с другими, с любовью, то наверняка вы получите в ответ тоже любовь. Благодарю вас всех за внимание. Мне очень понравилась эта глава. Согласна. Сегодня не с чем было поспорить, только хотелось добавить от себя какие-то ассоциации и мысли. Благодарю вас всех за внимание. Жду вас в следующих эфирах. Будьте счастливы.